Привет, друзья! С вами Татьяна. Спасибо большое, что нашли свое время и смотрите наш прямой эфир в этот прекрасный солнечный летний день. В Ванкувере сейчас 10 утра, в России уже вечер, надеюсь, тоже приятный. Если вы не знаете обо мне, кто я такая, чем занимаюсь, пару слов скажу. Я мама двоих детей, выращиваю их в Канаде, приехала в Канаду для воссоединения семьи. И благодаря этому пришлось всему учиться заново. То есть уже в России была своя определенная карьера, были определенные навыки, знакомства. В Канаде пришлось начинать все заново. Жизнь повернулась так, что приходилось начинать с нуля. Когда родился второй ребенок, появилась необходимость в том, чтобы открыться собственный бизнес. Потому что было невозможно потянуть, платить за детский садик и за жилье, и за еду. Невозможно было уже с этим справляться. Поэтому приходилось работать из дома, чтобы самой смотреть за своим ребенком. И хочу сказать, конечно, это было тяжелое, но благодарное такое время, я вспоминаю, это был 2010 год, как раз когда только родилась моя дочка, я начала строить свой бизнес. До сих пор существующий, но почивший на бозе из-за того, что коронавирус, можно сказать, похоронил индустрию больших живых мероприятий. Но что произошло? Произошло то, что с бизнесом, с работой среди сильных компаний, среди бизнесменов дала определенную мудрость. И что произошло? Произошло то, что я научилась некоторым хитростям, как жить в Канаде и не вылетать от этого в трубу. Об этом можно, конечно, делать целый индивидуальный семинар, но сегодня не об этом. Несмотря на то, что компания моя существовала уже достаточно много лет, 5 или 6 лет, все равно не было возможности ни поехать в отпуск с семьей, ни что-то классное купить детям или даже что-то себе, какие-то новые вещи. Столько лет я уже жила в Канаде, 7 лет уже жила в Канаде, а одевалась практически в магазинах секонд-хенда. Это немножко как-то тебя обижает, расстраивает, да, и хотелось какого-то шага вперед. Я начала думать, окей, что же можно сделать, что нужно изменить для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы можно было позволить себе поехать в отпуск, наконец. Нет, и я была такая не одна, моя знакомая по старому дому, где я жила вначале, когда переехала, они жили в Канаде намного-намного дольше, чем мы, и вообще не могли себе позволить поехать в отпуск, несмотря на то, что у них уже было собственное жилье, и работали они достаточно давно здесь. Но вот такая вот неприятность была. Помните, если мы в России ездили каждый год, иногда и по два раза, я решила, что все, надо положить этому конец, нужно что-то делать. И тогда я обратила внимание на то, что обычно и в бизнесе, и в жизни есть два варианта увеличения средств легальным путем. Путь первый – это экономить средства, которые вы уже тратите. И метод второй – как добавить средств, откуда их заработать, откуда они могут прийти. И я начала работать в этом направлении. Первая, одна из самых больших растрат в жизни в современном обществе, как и в России сейчас, как и в Канаде – это магазины. И, конечно, сделав определенные изменения в своей жизни повседневной, я смогла сохранить большое количество денег. Я специально даже подсчитала для вас, чтобы это было более обозримо, о чем идет речь. Если в 2017 году я тратила 250-300 долларов в неделю на покупки в магазинах, то в 2019 году я научилась, как сохранить это до 100 долларов в неделю. То есть, представляете, получается большая такая экономия от 150 до 200 долларов в неделю. Таким образом, мне получается сейчас экономить около 7800 долларов в год, пользуясь определенными навыками и скиллами, про которые я вам сегодня расскажу. С другой стороны, мне хотелось научиться получать дивиденды от того, что я трачу. Потому что благодаря моим частым поездкам на родину я узнала о таких классных вещах, как, например, кэшбэк, который многие банки в России уже дают своим клиентам. Если в Канаде это делают только кредитные карты, то есть, когда ты в долг впадаешь, они тебе дают кэшбэк. Чем больше твой долг, тем больше они тебе кэшбэк обещают. Но, по сути говоря, это никакой не кэшбэк, это уменьшение твоего долга за счет увеличения твоих покупок. Но это такая как бы яма, которую ты копаешь сам себе. Чем больше ты тратишь, тем больше ты получаешь кэшбэк, но в результате кэшбэк настолько минимальный, что это тебе не помогает не выплатить кредит, не заработать больше денег. В России есть такая классная штука, когда можно использовать дебетовые карты с получением кэшбэка, даже иногда повышенный кэшбэк. Но об этом я немножко расскажу попозже. И также есть возможность делать свои покупки в разных потребительских клубах и программах и получать дивиденды от своих покупок. Например, сейчас так работают некоторые банки и компании по реферальной ссылке. То есть, вы с кем-то делитесь информацией, он приобретает членство или делает заказ по реферальной ссылке, которую вы ему посылаете, и вы получаете себе выплату. Только проблема в том, что большинство компаний это делают каждый раз, то есть за каждого клиента, за его одну покупку. И потом, когда он продолжает покупать и покупать, вы, к сожалению, не получаете ничего. Поэтому как увеличить выплаты от ваших усилий, я расскажу тоже в этом сегодняшнем видео. Что нужно знать о магазинах офлайн? Сейчас в момент коронавируса это даже стало как-то уникально, что есть магазины офлайн. Мы уже привыкли практически покупать все в интернете за это короткое время, по крайней мере я. Наш обычный супермаркет, наши сетевые большие такие киты. В России, наверное, это Магнит, Пятерочка, Метро, уже даже не вспомню, но большие-большие, особенно в Москве есть большие супермаркеты, сети супермаркетов. Магнит, опять же, был такой. В Канаде это такие монстры, как Коско номер один, Суперстор, Волмарт, американский супермаркет, сейчас пришедший активно на канадский рынок, и местные зубры, такие как Сейвон Фудс и подобные тому магазины. И сегодня я расскажу, как они работают, чтобы нас оставить без денег в кошельке. Вы помните наше детство, когда все продукты мы покупали на рынке, да, и наша мудрость шоппинга, наше знание о том, как нужно правильно делать покупки, приходило именно оттуда. Мы ждали этих походов по воскресеньям с родителями и в то же время боялись, потому что на рынке всегда была какая-то тайна и была какая-то опасность. С детства родители нас учили, что нужно выбирать продукты правильно, потому что нужно смотреть, что тебе кладут в сумку, показывают тебе одно, положат другое, да, положат тухлые помидоры. Обязательно тебя ввесят, поэтому нужно приходить со своими весами. Обязательно нужно смотреть внимательно на мясо, потому что могут положить рядом зелень, и мясо будет выглядеть более свежим. Кроме махинаций с продуктами и обвесов, на рынке были еще такие прекрасные вещи, как гадалки, которые обычно просто выманивают деньги или показывают ворам, где находятся деньги, чтобы они потом в толпе могли их украсть. Такие классные штуки со стаканчиками, это, наверное, наперсочники, да, тоже такая классная штука. И зазывалы, да, то есть есть люди, которые, они настолько активно рекламируют продукт, что прямо сложно отказаться. И даже с рынка мы практически всегда уходим потратить все деньги, которые мы с собой имели. Но что мы могли сделать тогда, в наше время, в советские времена, это просто не брать с собой больше денег, чем мы готовы потратить. Это было очень просто. Сейчас с наличием кредитных карт это стало делать намного сложнее. Тем более из-за коронавируса мы стараемся не использовать бумажные деньги, а использовать только карточки. Что же с современными магазинами, насколько они изменились? Изменились они не очень сильно. Тоже так же вместо наперсочников у нас есть лотки с лотерейками в магазинах, с разными розыгрышами. Гадалки и попрошайки – это, конечно, наши благотворительные организации, которые очень активно через магазины вдохновляют людей делать на пожертвования, в большинстве которым деньги эти не пойдут ни на какие реальные нужды, а пойдут совсем на другие. Это такой дополнительный альтруистический налог, можно сказать, наложен на народ. Также и с продуктами. Если даже нет обвеса как такового, очень часто нас обманывают за счет выглядевшей упаковки и очень маленькой информации о весе. Или, например, о том, когда ценник нам указывает цену, в которой мы думаем, что это цена за товар, а на самом деле цена всего за 100 грамм, когда в упаковке намного больше. Вот такие подводные камни. И, конечно, когда речь заходит о цветах, как и на рынке, о том, как раскладывают разные продукты, чтобы они выглядели лучше в магазине, добились просто высоты мастерства. Потому что здесь не только цвета, не только сопутствующие товары, но и ароматы, которые распускает магазин и от свежих цветов, и от свежей выпечки. И просто из воздуха, который распыляет на зелень, какой-то воду, охладитель, увлажнитель и так далее. То есть магазины достигли искусства манипулирования человеческим сознанием. Одни из самых таких классических трюков, о которых я сегодня поговорю, это золотой унитаз. Такой классический маркетинговый трюк, знаменитый. Наверное, многие из вас к него попадали или хотя бы участвовали в том, чтобы попал другой. Также такое есть интересная маркетинговая, маркетинговая, как сказать, политика, которая называется палетный маркетинг. Королем палетного маркетинга является Коска. Есть такая шутка среди маркетологов, которые говорят, что банка молока в Коска стоит 400 долларов. И действительно так, потому что прийти в Коска стоит вам, во-первых, вы покупаете членскую карточку, во-вторых, вам нужно часто отстоять в очереди, в-третьих, вам нужно найти парковку, чтобы зайти в этот магазин, и чуть ли не пройти фейс-контрол, чтобы зайти в него. После таких истязаний человек, естественно, испытывает что-то вроде Стангольского синдрома, и ему нужно закупиться, чтобы восстановить вот эти потраченные свои эмоции. Я же все это намучился, значит, мне нужно все это как-то себе восполнить. И поэтому обычно покупка в Коска не ограничивается только покупкой того, зачем вы пришли. И средний чек – это 400 долларов в покупке в Коска. Но, конечно, есть гениальные люди с очень сильной волей, которые могут себя остановить. Я таких даже знаю. Я вас поздравляю, если вы тоже такой волей обладаете. К сожалению, я в эту категорию не попадаю, и мне нужно сильно-сильно бороться для того, чтобы защитить свое подсознание от воздействия. Итак, психолог Мо Гельберт рассказывает о том, как атакуют нас современные магазины. Называет это «таргет эффект». Это наука о мотивации людей, их восприятии, их потребностях, а иногда и о чувстве опасности. То есть возникает ажиотаж, что чего-то не будет, чего-то не хватает. Такие вещи, как создание искусственной очереди для того, чтобы люди ломанулись покупать то, что скоро закончится. Какие используются тактики магазинами? Я быстренько пробегусь. Группировка товаров вместе. То есть вы берете набор. Когда ставят сейчас для барбекю, для пикников, ставят мясо, соусы, шампуры, все-все-все-все вместе, чтобы вы взяли целый набор. И таким образом зачастую вы берете то, на что вы не рассчитывали и что вы не считали. Это практически всегда увеличит в два раза ваши покупки, если вы покупаете таким образом. Скидка у входа. Чаще всего у входа магазин ставят такие продукты с огромными такими вывесками, на которых очень интересная цена. Практически все магазины сейчас это делают и в России, и в Канаде для того, чтобы привлечь людей, чтобы они просто зашли в магазин. И почти всегда люди не уйдут без покупки. То есть таким образом даже небольшое снижение в цене делает привлекательным, чтобы люди зашли. И они уходят не только с одной покупкой, которая привлекла, но берут что-то еще. Смешанные ценники. Это такой хитрый прием, который используют повсеместно сетевые магазины. Это когда расставляют товар не там, где соответствующие ценники. Либо на одну полку ставят и товары со скидкой, и дорогие товары, так чтобы вы случайно могли взять дорогой товар вместо того, что со скидкой. А иногда и просто обманывают таким образом, что пишут рекламную скидку, а внизу мелкими-мелкими буквами даты, которые уже завершили. Это очень неприятно и вызывает много негативных эмоций. Но, к сожалению, 9 из 10 не обратят внимания на кассе и возьмут этот продукт и уйдут. А даже если обратят, им скажут, что акция закончилась и они плюнут и все равно уйдут. То есть таким образом получается, что мы принимаем вот такую манипуляцию и ничего не делаем по этому поводу. Также такие штуки, как 2 по цене 1, 3 по цене 2, 4 по цене 3. Это очень маленькая скидка. Обычно она ничего нам не дает, мы очень мало выигрываем. И все равно за то, что покупаем в объеме, магазин зарабатывает на нас больше, чем если бы мы просто купили один продукт. Пакетик на кассе. Конечно, сейчас с коронавирусом в многих магазинах пакеты дают бесплатно. Но обычно это один из самых больших бизнесов, которыми зарабатывают магазины продажей пластиковых пакетов. Это для вас далеко не секрет. Также запахи. Конечно, запахи в магазине – это наше все. Сейчас многие магазины открывают свои кулинарные, свои кондитерские отделы для того, чтобы запах возбуждал аппетит у людей, и они покупали больше продуктов, когда приходят в магазин. Музыка. Музыка – это сильнейший стимулятор нашего поведения. Музыка может заставить нас идти быстрее, идти медленнее. Музыка может заставить нас влюбиться, захотеть новый продукт. Иногда даже сделать какие-то шаги, которые потом изменят нашу жизнь. Например, это было со мной. Поэтому с музыкой тоже надо быть аккуратным. Расположение продуктов около кассы. С появлением мобильных телефонов многие магазины стали плакать, потому что сейчас люди, стоя на кассе, обычно смотрят свой мобильный телефон, а не на разложенные товары вокруг кассира, которые можно забрать и оплатить уже на кассе. Но есть такой момент – это наши дети. И обычно на уровне глаз детей раскладываются такие продукты, которые могли бы их привлечь. Также использование продуктов на выброс для того, чтобы делать салаты, для того, чтобы делать какие-то нарезки для вечеринок, то есть продукты, которые уже почти-почти испортились. Поэтому если у вас есть выбор – купить свежий фрукт и порезать, либо купить уже нарезанное, и цена сильно отличается, лучше купите целый фрукт, но и нарежьте сами. Не экономьте таким образом, потому что вы экономите тоже на своем здоровье чаще всего. Точно так же, как и на рынке, туда обычно суют то, что не очень хорошее, то, что скоро должно испортиться, или то, что наоборот, не готовое для того, чтобы ее есть. В итоге вы можете просто выкинуть всю эту тарелку или половину ее. Постоянные перестановки. Кто не связывался с этим? Постоянные перестановки – это просто наша катастрофа. Но магазины делают это специально для того, чтобы мы утыкались в новые продукты и покупали их. Коллекционные фишки. В Канаде я не видела так много этого, но я видела в России, когда покупаешь какие-то продукты, вместе с ними получаешь каких-то наклейки, или покупаешь каких-то фигурок, которые ты можешь коллекционировать. Вот, кстати, такие вот это все коллекционирование можно отнести и к золотому унитазу. Я расскажу, что это такое. В маркетинге это называется, потому что вы копите, 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 копите баллы, иногда год, иногда два, иногда бегаете вокруг, просите всех продать вам карточки, продать свои баллы, чтобы вы получили вот это то, что вы хотите. И золотой унитаз, это потому что в него смываются все ваши баллы. Обычно это очень классный, интересный продукт. Например, мобильный телефон, да, какой-то новейший, или чемоданы какие-то дорогие, или какое-то элитное постельное белье. Это не то, что мы покупаем каждый день, это что-то такое экстраординарное, которое мы хотим себе позволить, и таким образом мы копим как сумасшедшие для того, чтобы это приобрести. Вот такая тоже фишка с нами происходит, поэтому остерегайтесь этого. Это занимает очень много времени и эмоций. Иногда просто дешевле и спокойнее все это купить и не страдать. Ну, как я уже говорила, собственная пекарня, это тоже такой своеобразный трюк. И остерегайтесь, потому что на уровне ваших глаз чаще всего ставятся самые дорогие товары. Если вам нужно найти товар, который подходит вам, посмотрите ниже обычно и найдете вот там. И также некоторые магазины используют реферальную систему. Они дают вам за то, что вы приведете какого-то другого покупателя, какие-то скидки. Есть балочные карты. Но помогают ли они или нет, это другой вопрос. Что нужно делать, да? Как с этим бороться? Как же можно себя защитить? У меня есть для вас несколько интересных, на мой взгляд, решений, не самых тривиальных, которые я хочу озвучить. Первое решение. Отказаться от сетевых магазинов вообще. Поверьте, вы сэкономите себе гораздо больше нервных сил, чем если вы будете в них ходить. Я понимаю, сейчас это становится больше как развлечение. Это приятно, это красиво. Но если вы беспокоитесь о том, что вы хотите отвезти свою семью на море в этом году, или вы хотите съездить в какую-то важную поездку за границу, лучше этого избежать. Пользуйтесь маленькими магазинами. В Канаде это обычно у нас индусы, ранцы содержат такие магазины, какие-то семейные лавочки. В них продукты ничем не хуже. Фермерские магазины, все овощи, продукты можно покупать летом, весной и осенью в фермерских магазинах. Обычно это гораздо дешевле. Из-за того, что они не используют никакой манипулятивной маркетинговой системы, вы сэкономите огромное количество денег. Вы будете поражены, придя на кассу с целой тележкой и заплатив в 4-5 раз меньше, чем если вы покупали в супермаркете. Не ленитесь. Можно сходить в 2-3 магазина, но зато вы купите свежие, хорошие продукты, ваше подсознание будет здоровым и ваш кошелек будет полным. Это вот первое, если вы можете отказаться. Если вам отказаться от супермаркетов нельзя и не получается, вот что вы должны использовать для того, чтобы себя защитить. Ну, во-первых, поесть. Вы об этом знаете. Никогда не ходите голодными. Даже если вы по пути знаете, что окей, мне нужно заскочить в этот супермаркет, лучше зайдите в Макдональдс и поешьте, прежде чем пойдете в этот супермаркет или наберете всякой ерунды. Составляйте список того, чего вам нужно. Это вообще старая практика. Но к нему есть дополнение. Во-первых, из-за того, что в магазинах все обычно разбросано, и мы не можем купить необходимые нам продукты в одном месте. То есть овощи в одном месте, молочка в другом месте, мясо в другом месте. Вы можете это делаться специально, чтобы заставить нас активно ходить по магазинам. Обязательно спросите при входе у работников в магазине, где находится именно то, что вам нужно. Вы можете на этом списке прямо написать, в каком ряду, на какой полке, чтобы вам не тратить время на поиск. Второе, что вам нужно сделать с этим списком, очень полезная вещь. Пожалуйста, помните об этом. Когда вы будете брать то, что вы хотите, положить в свою корзинку из вашего списка, отметьте на списке, сколько это стоит. Потому что часто мы не приглядываемся на ценники, и из-за этого переплачиваем или буквально нас обманывают эти ценники. А если ценник вызывает у вас сомнения, например, там есть какие-то даты ограничивающие, пожалуйста, сфотографируйте этот ценник на ваш телефон. Все это вы можете принести на кассу, показать на кассе, и они будут обязаны продать им вам по той цене, которая там написана. Сохранять обязательно чеки, которые останутся вместе со своим списком, и для самообразования будете потом сверять, получилось ли, чтобы вы знали хотя бы какие цены на все это. В прошлую пятницу я просила вас сходить в магазин и сохранить чеки. И если те из вас, кто сейчас смотрит, могут мне написать в чате точную цену молока, которую вы купили на прошлой неделе, буду вам очень благодарна. Я, например, не знаю цену молока, которую я покупаю. Каждый раз она разная, буквально как цены на доллары. Итак, избегать средних рядов, потому что они нам и для здоровья не очень полезны. Обычно все вокруг, то, что нам достаточно для того, чтобы хорошо здорово питаться. И, конечно, перейти на позитивные потребительские клубы. Что это такое? Это, ну, конечно, я расскажу про Атоми, потому что для меня это было спасение. В Атоме я покупаю себе всю бытовую химию, включая стиральный порошок, кондиционер для белья, мыло для рук, шампуни, зубные пасты, щетки, дейш-соп, мытье посуды. То есть все-все-все, что мне нужно для бытовой химии и для личной гигиены, я покупаю в Атоме. Сейчас даже есть возможность покупать и продукты питания, и я уже даже не говорю про косметику, все остальное, и витамины, и так далее. То есть благодаря тому, что я ушла из магазина и перенесла большую часть своих покупок в Атоме, я сэкономила колоссальное количество денег. Как вы видели в самом начале, да, то есть если я тратила 250-300 долларов, сейчас это уменьшилось до 100 долларов. Если я покупаю продукцию в Атоме, на 180 долларов мне хватает купить абсолютно все, что нужно для дома, и мне хватает этого на полгода, представляете? То есть в год мне нужно сделать всего две покупки на 180 долларов, для того, чтобы обеспечить всю свою семью шампунями, пастами, щетками, порошком, для посуды, мытья посудой всеми губками, и все это работает, все это улучшает мое здоровье, улучшает мое внешний вид, кроме этого, и не только экономит деньги, но и приносит мне прибыль, потому что реферальная система в Атоме уникальная. Я не буду даже про нее сейчас говорить, но я расскажу вам, что получается в среднем. То есть я уже объяснила экономическую часть. Если говорить о том, откуда деньги придут, мы можем получать деньги от приглашения других клиентов. Это происходит сейчас повсеместно, называется реферальная система. В Атоме в среднем и я, и все, кого я пригласила, зарабатывают от 200 до 2000 долларов в год благодаря реферальной системе, не занимаясь бизнесом всерьез, не посвящая этому все свое свободное время. Это просто прибыль от покупок тех людей, которые ниже нас. И не важно, сколько раз этот человек покупает, не только с первой покупки, но и от тех покупок, которые будут всю его жизнь. Это очень круто. Я уверена, что есть и другие компании, которые это делают, но пока я кроме Атоме таких компаний не встретила. Мне нравится, я очень довольна и вам рекомендую. Я приглашаю вас присоединиться к нашей команде сегодня. После семинара я пришлю ссылку, благодаря которой вы можете присоединиться, либо вы можете сами зарегистрироваться на сайте Атоме, попросив реферальный код у меня или у любого из ваших гостей, которые вас пригласили на сегодняшний вебинар. Кроме этого, опять же говорю вам, что можно сделать. То есть у нас уже 7800 сохранилось от того, чтобы мы уменьшили наши расходы. Плюс мы получаем от 200 до 2000 долларов, благодаря тому, что мы показываем нашим друзьям, чем мы, грубо говоря, чистим зубы. Им это нравится, они начинают тоже покупать там. И кроме этого, если вы делаете все это, используя карточки с кэшбэком, допустим, сейчас я использую карточку Российского банка Тинькофф, и временно у них работает повышенный кэшбэк 5% на покупки с их карты на красоту. Атоме относится как раз к красоте. То есть представляете, 5% все, что вы не купите, возвращается к вам на карточку, а при этом это не кредитная, это дебетовая карточка. То есть вы не смываете деньги в кредит, а вы реально зарабатываете на том, чтобы покупать продукты. Получается у меня средний кэшбэк от 260 до 500 долларов в год от своих покупок, которые я делаю и в Атоме, и в обычных магазинах. И таким образом у меня, у матери с двумя детьми, вырабатывается 10 тысяч долларов, которые я могу потратить на то, что мы действительно хотим потратить. В 2019 году мы съездили в круиз Мексику. Впервые мы побывали на круизном корабле. В августе мы съездили в Аляску. На Аляску тоже было просто удивительное путешествие. Осенью я съездила с туром своей новой книги «Инкубаторы для журавлей» в России. То есть три путешествия благодаря сэкономленным деньгам. Я предлагаю вам присоединиться к нашей команде. Я знаю, все, кто смотрит меня на Zoom, у нас уже через минуту пропадет эфир. Но я пришлю вам ссылку еще раз в группу. Я знаю, у нас сегодня Максим присутствует, новый член нашей команды. Я хочу вам сделать специальный подарок, Максим. Пожалуйста, не пропадайте. Я сейчас еще раз вам пришлю ссылку на новый Zoom эфир. И мы подведем итог сегодняшний, потому что всем хотим сделать подарки в честь лета. Спасибо, что смотрели. Я приглашаю вас всех в нашу команду «Атоми 22 век», на наш канал «Атоми 22 век» в YouTube, что вы можете увидеть, посмотреть про компанию, как это работает. Абсолютно бесплатно.